В этом ролике смотрим юзанные БУ Кадиллаки, смотрим цены, комплектацию и, конечно же, их наличие. Я нахожусь у дилера Кадиллак. Кто не посмотрел прошлые ролики по новым Кадиллакам в салоне и на улице, где я показывал наличие новых автомобилей, обязательно переходите на мой канал, посмотрите. И, конечно же, посмотрите до этого ролика, снимал музей Кадиллака у этого же дилера. Очень интересно. Оцените мою работу по музее Кадиллаку. Ребята, я нахожусь у дилера Кадиллак и смотрим цены. Кто не подписался на меня, подпишитесь, поставьте этому видео лайк, напишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу сегодняшних цен, конец 2023 года, декабрь месяц, сейчас конец 2023 года, какие цены, сейчас, конечно, есть кризис определенный, поэтому жду ваши комментарии, конечно, если понравилось, поделитесь с вашими друзьями этим видео и, конечно, поехали смотреть. Ну, вы должны понимать, что не все автомобили здесь были сданы по трейдину, здесь были автомобили, которые были просто проданы и, собственно, как сами знаете, в Америке дилеры просто покупают автомобили, не обязательно их по трейдину сдавать, в данном случае автомобиль у нас РЭМ 1500, не вижу стикера, фугок воняет здесь, даже смотреть не буду, к сожалению, здесь первый автомобиль был неудачный, Хэми 5,7 литра, 1500, нету, 22 года автомобиль, нету стикера, нет цены. Не на всех автомобилях, я смотрю, сейчас пробегаюсь так вот глазками, не на всех автомобилях есть стикеры, это единственный минус дилера, когда они не пишут стоимость, в данном случае здесь есть стоимость, что давайте смотреть, значит, это у нас Chevrolet 1500 LTD, видно вам, нет? Да, вот так, да, вот так, Chevrolet 1500 LTD, 22 года автомобиль, и цена данного автомобиля 52 775, машина проехала 34 136 майлов, вот такой автомобиль, машина закрыта, к сожалению, внутри салон более-менее кажется живой на ткани, но более-менее живой. Машина, мне кажется, а у него еще подвеска Z71, это подвеска Z71 с черной мордой, с черными дисками, симпатично смотрится Chevrolet, это, ну, как бы, прикольно, прикольно, напишите, пожалуйста, что вы думаете, стоит этот автомобиль своих денег или нет. Итак, у нас Chevrolet Tahoe, если я не ошибаюсь, это Superbank, нет, это Tahoe, Tahoe, Tahoe у нас цена есть, отлично, значит, 23 года автомобиль, проехал данный автомобиль 15 825 миль, это у нас 5,3 литра, я думаю, ошибся, или 3,5, 5,3 литра, эко 5,3 V8, и цена данного автомобиля 74 275, машина у нас закрыта? Да, закрыта, к сожалению, закрыта. Машина тоже белая на черном, мне кажется, цена как-то, что-то дороговато какая-то, 70 с чем-то тысяч за такой автомобиль, но, с другой стороны, сейчас этих Tahoe тоже нет в наличии, поэтому, может быть, из-за того, что есть такой дефицит, поэтому, вы не обращайте внимания, потому что здесь у нас трасса идет, и здесь такой шум гул стоит, и поэтому я не могу сильно громко кричать, тоже не хочу, и, собственно, тихо говорить, вы меня не будете слышать. Еще одна Tahoe, нет стикера, не вижу стикера здесь, да, еще одна Tahoe, закрыта, идем дальше, то, что у нас закрыто, не будем даже смотреть, или то, что без стикера. Вот еще одна у нас эскалейт, старая генерация еще с такими вот, у нас уже бампер отваливается здесь, даже бампер не умудрились о них прицепить. Ладно, стикера тоже здесь нет, ребята, идем дальше, машина у нас закрыта, постараюсь максимально быстро показывать автомобили, здесь у нас эскалейт в черный, на черном, тоже не вижу стикера, поэтому, ребята, идем дальше. Вот тут я, по-моему, должен быть стикер, если я не ошибаюсь, здесь есть стикер, да, вы не будете видеть, потому что здесь хлам, затонированное окно. Машина проехала 25558 миль, 6,2 литра, вы 8, понятно, цена данного автомобиля 89,620. Машина закрыта, а, не, открыта, слушайте, классно, машина открыта. Итак, машина, сколько она проехала, сколько она проехала, еще раз, где она тут, 25 тысяч миль проехала, и вот так она вот, посмотрите на сидение, здесь вообще в ужасном состоянии автомобиль, посмотрите, насколько здесь марки он, здесь, я не знаю, что сделал человек, который ездил на этот автомобиль, они даже его не умудрились подготовить к продаже, просто его взяли с рук и поставили его и продают. Ужасное состояние автомобиль, конечно, просто, мне кажется, здесь не 25 тысяч миль, а 250 тысяч миль машина проехала, вообще, конечно, цена у него 89, 90 тысяч долларов, да, вы что, серьезно, я ни за что не купил бы и не предложил бы никому такой автомобиль покупать. Уверен, что, ну, понятно, что можно его подпидорить, тогда почистить его, будет нормально все. Так, здесь такой же, аналогично стоит, потом стикер, у меня нету, я уже пролазил, смотрел, для клиента. Здесь у нас, значит, есть ли стикер здесь, давайте посмотрим, да, здесь есть стикер, значит, автомобиль у нас 22-го года, 22-го года 33 тысячи проехал автомобиль, так, и цена у него 99 тысяч 875, обалдеть, машина закрыта, ну, здесь хотя бы сиденья живые, по сиденью видно. Мне говорят, как ты определяешь машину? Ребят, да как я определяю? Я, как и все, еще раз говорю, ты смотришь автомобиль по внутреннему состоянию, если он в нормальном состоянии внутри, значит, хозяин был адекватный, он его нормально обслуживал, нормально на нем ездил. Если хозяин изначально относился к своему автомобилю херово, и относился как, ну, к железу, и не, там, не делал химчистку, там, элементарно просто не мыл ее, и не эксплуатировал нормально, там по нему видно, по этому автомобилю, что он в ужасной эксплуатации. Итак, здесь у нас есть стикер, но нету цены, видите, цены здесь нет, поэтому даже заострять внимание не будем. Как же здесь они притык друг другу поставлены, эти автомобили, что я не могу между ними протиснуться. Здесь у нас есть, по-моему, цена, сейчас посмотрим, это тоже Cadillac у нас, Escalade, с хода в дисплее, камерами 360, с доводчиками дверей. Доводчики дверей есть? Есть. С доводчиками дверьми, но цена здесь конская. Цена данного автомобиля 103 тысячи 750, машина проехала 18 тысяч 436 майлов. И в данном автомобиле, в принципе, у нас открытый автомобиль, то же самое, ситуация такая же, машина стоит 103 тысячи, да, 104 тысячи долларов. Посмотрите, в каком состоянии сидения, насколько здесь сидела жирная жопа, которая просела все это. И в таком цвете, темно-темно-темном, не знаю даже каком, это вот, темно-вишневый даже, такой цвет. В машине курили 100%, машина, конечно, в ужасном состоянии. Алькантара, комплектация хорошая, интересная, цвет салона тоже интересный, такой необычный. Но машина очень сильно прокурена. И дилер даже не умудрился подготовить этот автомобиль. Вот у нас такой белый Экскалейт стоит, салт уже продан. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Цена данного автомобиля 88 925. Машина проехала 44 тысячи миль. Вам плохо видно. Машина закрыта, белого цвета и уже продана. Вот посмотрите, здесь нет крышки. Как это ужасно смотрится без крышки. Здесь есть крышка, а здесь нету. Мне кажется, дилеры здесь вообще не заморачиваются по поводу подготовки автомобиля. Старый Экскалейт мы смотреть не будем. Давайте посмотрим вот такой вот новый, белый на черном. Интересный вариант такой. Если здесь у нас стикер. Что самое удивительное, что боевых Экскалейтов, в принципе, немало в наличии есть. Вопрос, сколько цены стоит. Так, затонирован хлам. Цена данного автомобиля 92 850 долларов. Я думаю, вы мне на слово поверите. Вот. Машина затонирована в хлам. Просто в хлам затонирован. Здесь у нас выдвижные пороги идут. Так, сейчас, секунду, здесь соседняя машина. То же самое. Я не знаю, может, сиденьевые Экскалы такие херовые. Либо такие жирные дядьки сидят. Что они так сильно в таком-то пробеге 44 тысячи майлов. Да, посмотрите, в каком состоянии автомобиля. Просто ужасное состояние. Хотя комплектация хорошая. Да, в машине, конечно, неприятный запах. Симпатичная машина. В том плане, что она белая на черном. Симпатично сделана. Ну, в плане комплектации. Прикольно. Прикольный автомобиль. Итак, у нас с 17-го года уже древний, можно сказать. Древний Range Rover Sport. В черном цвете. Видавший, повидавший видов. Тем более, я думаю, здесь. Он стоит 40 тысяч 550 долларов. Проехал этот автомобиль 91 тысячу миль. Это прям, поверьте мне, это машина, которая будет... Вы не успеете выехать, уже будет чек гореть. И будут какие-то проблемы с этим автомобилем. С таким-то пробегом Range Rover. Сразу говорю, опасно брать. Да, цена, конечно, 40 тысяч долларов. Кто-то скажет, блин, чувак, чем ты на Атласе ездишь, в случае, возьми себе Range Rover. Я на Атласе езжу, горе не знаю. Уже не знаю. Раньше знал, сейчас не знаю. Вот, поэтому... Я уверен, что человек, который ездил на этом Range Rover, пошел себе купил новый Xcelade. Просто взял, скинул его и все. За копейки. Так, здесь у нас еще один Range Rover. Это у нас Каратыш 2020 года. Есть ли у нас цена? Да, есть цена, отлично. 40... Вот смотрите, спорт стоит у нас там 40 тысяч. Это 49,575, почти 50 тысяч долларов. Машина проехала 16 тысяч... 300... 16 тысяч 361 милю 2020 года автомобиль. Машина у нас закрыта. Закрыта машина. Мерседес. Это у нас Мерседес 22 года. Что он из себя представляет? Мерседес 22 года. 28 тысяч майлов машина проехала. И цена у него 42 тысячи 975. Мерседес GLS 300. Вот так он выглядит сзади. Интересно. Так, Nissan показывать даже не буду, потому что... Nissan, как правило... Вот давайте посмотрим Highlander. Limited комплектация. Это гибридный у нас Highlander. Toyota. Вы знаете, моя любовь к Toyota. Это, наверное, сейчас сарказм. Так, значит, Toyota 21 года. Highlander. Так, Limited. 45 тысяч миллионов машина проехала. Цена у него... Цена у него... А где цена? Цена не вижу. Нету цены. Цены нету. Как так, ребята? Где цена? Как Toyota, так цены нету. Я же говорю, у меня любовь к Toyota. Посмотрите, в каком она ужасном состоянии. Просто в ужаснейшем состоянии Toyota. Насколько она была угроблена. В 45 тысяч миль, а проехала как будто все 500 тысяч миль. Я не знаю. В ужасном состоянии Toyota. Не люблю я Toyota, честно вам скажу. Я не знаю, в чем прикол Toyota. Не люблю я Toyota. Вот прям... Я понимаю, что есть люди, которые принципиально едут только на Toyota. И они самые надежные и так далее, и так далее. Но вот я не знаю, как там у меня не заладилось Toyota изначально. Итак, у нас X7, мой любимый BMW. Для людей, у кого есть дети, это вообще уникальная машина. Самая универсальная тачка, считаю, что это крутая тачка. Итак, у нас 25 тысяч миль машина проехала. Трехлитровый классический мотор. Все, собственно, X-Drive, то, что нужно. 40i. Цена у него 85-150. Сейчас кто-то напишет, да это же конская цена, ты что? Типа, это же реально конская цена. В принципе, автомобиль в неплохом состоянии. Камера 360. Пакет у нас самый простой здесь. Здесь ничего такого нету. Чисто семейный автомобиль. Большой, комфортный. X7 вообще классный автомобиль. Это же конская цена. Ну, как вы хотели, дилер тоже хочет заработать. Просто с ним нужно поговорить правильно. И все будет нормально. Так, я прошу прощения за звук. Здесь у нас нет цены. На этот раншровер. У нас здесь все-таки дорога рядом. Так, Hyundai мы пропускаем. Давайте перейдем к Cadillac. Здесь немножко у нас Cadillac. И, собственно... Так, Cadillac. Cadillac, Cadillac. Cadillac XT5 Premium Luxury FWD. Цена у него 35925 долларов. Машина проехала 35543 мили. Машина открыта. Ну, вот, более-менее нормальном состоянии автомобиль. Сразу, я говорю, вот, видно. Даже здесь немножко помято, конечно. Но, тем не менее, здесь не так чисто. Но, тем не менее, машина в более-менее нормальном состоянии. Это не... Вот эти Cadillac, которые стоят вот там, мне кажется. Это все-таки Cadillac из лимузин-сервиса, где, возможно, скрутили пробег. Есть такая тема. Это нужно тоже по карфаксу смотреть. Поэтому нужно, короче, быть очень внимательным. Кто не в теме, ребят, обращайтесь специально. Итак, вот черный, давайте посмотрим. Такой у нас здесь стоит. Очень симпатичный. Такой нарядный. Цена у него 34475 долларов. Машина проехала 37000 майлов. 37500 пусть будет. Двухлитровый. Стандартный. Закрыто, к сожалению. Вот это вот хороший автомобиль. Честно вам скажу. Вот он стоит 35000 долларов. Проехала она 37000 майлов. Вообще ерунду проехала. Отличный автомобиль. Вот такой автомобиль можно брать. Нужно смотреть по карфаксу. Его историю всю. И, собственно, если все чисто прозрачно. Если там обслуживался. Если, тем более, локальная машина где-то здесь куплена. То вообще супер. Во Флориде имеют. Вообще супер. Так, идем дальше. Вот здесь у нас еще один такой вот красавчик стоит. Это у нас четверка, да? А нет, это пятая. Кадиллак ИСТ пятая. Проехал 12000 миль. И цены у него нет. Эх ты. Цены нет. Машина открыта. Зато машина открыта. Вот. В идеальном состоянии. Новый автомобиль. Вот, правда. Идеально новый автомобиль. Сколько он такой стоит? Интересно его посмотреть. К сожалению, цены нет. Вот в идеальном состоянии. Даже пахнет, как новый автомобиль. Понимаете? Он даже пахнет. Вот честно. Вот здесь, наверное, ездила какая-то девочка, которая просто катала свою попочку и все. Понимаете? И все. Больше ей ничего не нужно было. Да, она стоковая. Музыка у нас стоковая. Кожа приятная. Белая. Ну, сам автомобиль по себе белого цвета. Очень приятный. Вот. Такой автомобиль можно брать на локале. И в кредиты, в лизинг, да и в кэш без проблем. Вот у нас хлам затонированный, значит. Это тоже пятерка. Есть ли у нас здесь стикер? Нету. А, нет, есть. Только не видно. Ни хера не видно. Вообще ничего не видно. Открыта машина. Машина закрыта. Смотрите, как тонировку делают в Америке. А вы говорите, Америка, Америка. Вот так вот тонировку делают. Ладно. Прошутили и хватит. Здесь тоже нет стикера. Идем, посмотрим BMW. Здесь у нас серия BMW стоит. Давайте посмотрим, что у нас юзаный BMW. За сколько предлагают. Цены здесь нет на BMW. Я даже не буду смотреть. А вот здесь у нас пятерка стоит белого цвета. Есть ли цена? Да, есть. Итак, пятерка. Нами любимая пятая серия 540i. 540i. Трехлитровая. 31 762 она проехала. Цена данного автомобиля 42 700. Машина затонирована. Нормально затонирована. Тамеры 360 есть. Это у нас X-Drive, да? Да, это X-Drive. Не вижу. Да, это X-Drive. E350. Вот, собственно, два брата. BMW и Mercedes. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Класс. E350. Очень люблю этот кузов. Очень красивый кузов. По мне так он очень прикольный. Прикольно. Но машина, конечно, смотрите сразу же. Ба-бам! Это все починить. Можно, конечно. Конечно, можно починить. Так, по пробегу цены. Цены нету. 16-го года автомобиль E-класс. Пробега. Пробег где mileage? Майлэджа не вижу. Давайте так посмотрим. Можно его увидеть, этот mileage. Нету здесь. Нужен ключ. Сиденье, конечно, можно починить. Нужно смотреть на цену. Ну, вот. Хармен Кардон. Ничего себе. Музыка Хармен Кардон. Так. Машина без доводчиков. Хорошая машина, честно скажу. Вот такая вот. Вы знаете, когда вы приезжаете в Германию, а я был в Германии, там очень много вот такси, мерседесов такие вот были в свое время. Понятно, они меняются. Не зря же мерседесом пользуются таксисты, понимаете? Потому что они надежные. Надежные, да, напишут комментаторы. Ты что, херню несешь? Надежные мерседесы. Вот эти вот мерседесы, вот в этом кузове, они были очень надежные. Итак, 122 тысячи майла в Lexus HS250H. Это у нас гибридная. Значит, и машина стоит 14 тысяч, 15 тысяч долларов. Для новоприбывших, смотрите, отличный автомобиль. В отличном состоянии. Прям салоны новые. Сиденья никто не сидел. Вообще никто не сидел. В машине никто не курил. Прям идеальном состоянии автомобиль. Посмотрите, Lexus кожа, самая надежная кожа. Я говорю, Lexus, Lexus, самая надежная кожа. Самая надежная кожа, Lexus. Посмотрите, где, где Ромал, где надежная кожа. Машина какого года еще раз? Машина у нас... Какого года машина-то? Машина у нас 2010 года. Машине 14 лет, можно сказать. 14 лет. Посмотрите. 14 лет автомобиль. Идеальный автомобиль. Просто идеальный. Кожа, рожа, все, что хочешь. Все есть. 15 тысяч долларов. Lexus. Красивый автомобиль, что сказать. 15 тысяч долларов. Гибрид. Жрет мало. То, что всем нравится. Гибрид же. Итак, Audi A4. Audi A4. Красного цвета. Машина с прайсом. Отлично. Проехала A4 седан S-Line. Пакет премиум. 42 тысячи... 142 мили. 36 тысяч... 700 долларов. Вы знаете, мое отношение к Audi отлично. Я люблю очень сильно Audi. Уверен, что я когда-то куплю себе, как и Audi, так и Lexus. Обязательно все это буду приобретать. Буду пользоваться этим. Audi у нас отношение с Audi шикарное. И можно взять новую, дешевле. Ну, в принципе, Audi можно взять A4. Чуть-чуть добавить и взять новую, так скажем. Здесь у нас Mazda. Хотел сказать, Mercedes. Мазда тройка двухлитровая. 46 тысяч... 46 тысяч 949 проехала машина. 23 тысячи 850. Троечка закрыта. Mazda троечка в новой генерации. Это еще не... Старая же тоже... Даже новая. Да, это новая, точно. По-моему, новее еще не выходила. Просто я не сильно слежу за Mazda. Поэтому вот так вот. Друзья, посмотрели с вами юзанные автомобили от Cadillac. Скажу честно, не так много хороших вариантов здесь. Но они есть. Но нужно смотреть по Carfax. Нужно... Я прошу прощения за очки, потому что очень сильно даже через облака солнце лупят. Есть варианты. Нужно посмотреть, что у нас есть в наличии. Понятно, что постоянно меняется наличие этих автомобилей. Понятно, что интересное появляется. Мы договорились с менеджментом, если будет что-то шоколадное, на отправку в СНГ. Там наши модели, которые больше всего спрашивают. Мы обязательно будем... Собственно, я буду в своем инстаграме в сторисы выставлять. Поэтому будете следить за сторисами в моем инстаграме. Кто еще не подписался на инстаграм, подписывайтесь в инстаграм. Обязательно там будет очень больше автомобилей. Там, в принципе, у нас много есть партнерских компаний, которые мы работаем по юзанным автомобилям. Объясню, почему юзанные автомобили выгоднее покупать и отправлять. Потому что вы получаете сразу тайтл на руки. Это та самая ПТС. И мы, собственно, сразу ее отправляем в контейнер. И она у нас уезжает в ту страну, откуда был заказ. Поэтому с новым автомобилем, в принципе, чуть-чуть сложнее. Все дольше. Ну, кому-то принципиально новый автомобиль. Это не проблема. Мы можем подобрать и новый автомобиль. Наличие у нас их есть. Кому интересно, пишите в мой инстаграм. Благодарю, что досмотрели до этого момента. Благодарю, что вы поставите этому видео лайк. И, конечно же, напишите комментарий. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока.